всех приветствую сегодня поработаем опять на пасеке работы на каждый день хватает будем ставить надставку семью эту что отраилась в этом году самой первой по числу не помню но уже прошло около двух недель сразу дыма немного им дам прошло около двух недель то думаю уже надставку можно ставить семья нормальная была около трех килограмм пчел открыем крышу что не доходят руки мне по пришивать этот это называется опять забыл техноликоль короче то что рубероид старый вот прорывается везде но здесь все нормально не сильно рвать будем ставить этим пчелам 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 надставать прополис забыл лежит все покачал прополис тот раз обобрал до забывших ладно пушка лежит может этот раз не забудет хорошо у нас подушка такая лежишь в лук подушка доска тут у нас пчелы буду ставить надставку вчера вечером подготовил с разделительной решеткой снизу и рамка 230 это раньше в корпусных ульях держал пчел то поставались были трех у рамки я их вот сделал такую надставочку и 230 соты их когда ставишь такие плотные хорошие залитые но матка у них часто идет сеть потому что сот широкий по высоте то решили сделать решетку здесь я сделал чтобы расстояние было а наши у речки такие вот сантиметр где-то 8 миллиметров она и две расчетки у нас вот такие две расчетки рамки идут у нас так расчетки я поставил так здесь прикрутил их шурупами поприхвачивал везде тут то добра держится думаю пчелы не оторвут это да и прижмется еще домой короче будет держаться а между собой а их проволокой шил этой что на рамки натягивать шил чтобы не расходились и получается когда поставим уже над рамками немного пространства и от рамок до решетки пространства можно конечно ложить на рамку плотную ну думаю не очень целом ходить будет то неудобно так особо так ну короче вы поняли будя пчелам неудобно ходить то и меда меньше будем отставки а так я сделаем пространство там пространство там что не не это переходов налепить ладно будем сейчас открывать ули здесь у нас получается семья уже сидит где-то две недели снизу в описании отдам ссылочку на то когда мы сажали и уже когда посмотрите за сколько времени они застроили все и вот будем ставить уже на сталку и около двух недель прошло того что 9 дней было когда отраил серой уже после 9 уже дней по-любому где-то 5 прошло соседнего улья зеленого конечно здесь матка темненькая будет шел серые тогда у меня не было планов на замену маток то я посадил их да и все а вот сейчас на заказывал маток по подсаживал я пчелам тоже отраившимся то там вообще-то матки хорошие были желтые такие пчелы желтые но они все равно райливые вот я их пчел маток заменил на бахвоста вчера двух выпустил я и и вечером после обеда выпустил двух а вечером залепил ващиной надо глянуть что там робится и сейчас побачим что тут насколько рамок они обосновались я им ставил 16 ой просто их мало так может и надставка не надо еще посмотрим если именно ставка не надо к другим поставлю вот пошла уже пчела посмотрим на скольких рамках хорошая снимал снимал говорил немного записала потом гляжу видео прорвалась наверно много чего вы пропустили так что смотрите дальше сейчас я перекрыл часть часть вот перекрыл я и загоняю дымом пчел они туда и под доской там идут не знаю что у нас тогда приключилась когда мы рой сажали наверно все таки стояла у нас у перегородка то сюда зашли с маткой и пчелы на сюда наверно на рамки без матки зашли и скорее всего что эти что без матки или слетели они или что то что всего занимая улья буквально один сот мы срезали и там видно второй третий пускай четвертый всего лишь четыре сота не знаю куда пчелы делись на эту сторону они не пошли свили за перегородка сия соты и вот всего лишь четыре сота я думал что даже больше будет но там ерунда шанса лишняя пообрезающую мед пачок обрежем лишние соты где без расплода вот отдавил целую рукой не дают даже и сот обрезать аккуратно так вот вот наш яйца лежат в сочи ай ладно будем что-то придумывать раз так дело пошло и соты оттянутые ерундово так как-то оттянутые они немного может думаю расплод этот срезать до рамки вставить и ниткой прихватить они приклеят его к рамке и все что делать правду оборваться можно опять сейчас придумаем отрезая от этого отрезал немного подрежу по центру от потолочины забираем а и пчелу опять пальцем цапану опять соту углей упал опять соту углей упал сейчас срезать даже если есть яйца уже жалеть не будем ерунда матка новых наложит вот отрезаем сок вытаскиваем Там пчелы сидят, взяться нельзя. Опаньки, аккуратно достал. Не упало, не порвалось. Мед потек. Хороший Урал у нас сегодня. Не ожидалось такого. Думаю, поставлю на отставку и вся работа. В сотах яйца лежат, но все равно забирать надо, не оставишь же так семью. Там ерунда, 300 и один я с медом оборвал. Всего лишь 400, скорее всего, что сюда с маткой сели, остальные куда-то сошли непонятно. Так что... Так что... Сейчас я передвину с потолочинами сюда к гнезду вплотную. Наверное, и трогать не буду. А туда доску ставлю так, и все. Если они все по потолочинах сидят аккуратно соты, мы их передвинем. И потом они на гнездо уже жить пойдут. А дальше доска не даст, уже по осени они уберутся, да и все. А дальше доска не даст. Приклеили к стенке. Так. Сот отрезал я. Сейчас передвигаюсь с потолочиной сюда его и все. Поставлю камеру, чтобы вам видно было. Мне каждый день такую работу делаю. Главное, чтобы опять не отключилась сама. А то прерывается, а потом монтировать неохота. Потому что монтируешь, а оно зависает на одном месте и все. Но вот старый у меня фотоаппарат, старый так что... Я то особо не заморачиваюсь, но это аппаратурой для съемки. Так как не занимаюсь специально этим. Просто вот, что делаю, то и снимаю. На что есть. Лучше купить медогонку хорошую, чтобы проще работать с пчелами было, чем камеру за те же деньги. Вот. Видите? Я продвинул сот. На потолочине он приклеен. Я продвинул сюда к этим сотам, чтобы поставлены. И они уже будут туда на гнездо потом идти работать. Сюда вставляем потолочину. Так, немного, чтобы поуже, конечно. Нету поуже потолочины свободной. Ну, пускай. Здесь немного возле сота тоже настроят, каких-нибудь в перегородах. Гнездо потом пойдут строить туда, на рамочке. Нормально будет. Главное сейчас аккуратненько все передвинуть. К стенке пододвинул, чтобы приклеили, да не упал он. Насколько можно я. Так, все. Дальше режем этот. Походу на две потолочины наклеены. Да, не знаю, что у нас получится. Эта рамочка отобрал их. Трохот строен и так. Что у нас дальше? Опа. Видите в отверстии сот. Наш на этой потолочине сот. И на вот этих двух. Эти две мы вместе сдвинем сюда. Расстояние еще соблюдется. А потом тюрь аккуратно еще. Где-то у нас там матка будет. А вон еще. Так. Один, два. Сзади еще третий сот. Вот саму стенку здесь. Один вот, два. И здесь три сот. Одного передвинул четыре. И пятый сот я отрезал с медом чисто. Отрезаю от стенки улья. Сейчас пчел сгоню. Чтобы матку не порезать. Сгоню пчел от стенки. Так. Отрезаем от стенки улья. Этот сот приклеен вон там. Так. Вроде отрезался. И с двумя потолочинами аккуратненько пытаемся сорвать. О! Думаю, и там больше ничего не налепили. Чтоб... Ой! Что-то оно и там. Ёлки-палки по диагонали. По диагонали приклеили. Отсюда он пошел. И на вот ту широкую потолочину. Вот. По диагонали. Тот по диагонали. А здесь угловой, значит, маленький. Сейчас я попытаюсь на всю длину здесь вот срезать. До самой стенки. И вместе со всеми-всеми потолочинами придвину сюда. Потому что если начну двигать, сейчас он разорвется и все упадет у нас. Вместе с пчелой, с расплодом, с маткой. Так что... Подрезаю. Докуда нож до стоя, до стенки. Ой, болтается сосуд наш. Подрезаю все это делая. Ну, что там зарежется, я уже не виноват. Подрезал. Сейчас пытаемся от стенки отклеить. От боковой. Глядим. Что мне. Сейчас доработалось еще вместе. Вроде с вот и вместе двигаются нормально. вот нашли мы опять наша съемка прорывалась задел случайно я этот фотоаппарат и съемка прорывалась конечно не хотел прорывать все таки попробую все в одно видео смонтировать сегодня если не смонтируется нормально то выкину трех частях тогда чтобы кто сталкивается с такой ситуации знали что делать вот отрезал я сот только что там от стенки здесь вот отрезал я вот стенки то что рваться начал и все это гнездо мы передвинем вместе здесь получается раз сот идет так вот второй вот по диагонали вот видно часть его часть вот по диагонали так он идет сюда этот сот даже не не так вот этот по диагонали здесь идет сот и вот сот видны и здесь еще углу маленький наверное с этим с медом-то заберем когда-то длина все аккуратно пытаемся сдвигать гнездо движется опаньки отстался он на стенке сотик кусок сейчас мы его опроходуем оттуда все гнездо наше приклеено на потолочинах вот от этой потолочину пошло надо будет наметить немного намечу кусочком воска приклею воска кусочек должна что тут рамки здесь пошли вот сот и этот от стенки сейчас я заберу ну сначала в толку загоняю 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 гнездо загоняю и мы за это загоняю а Конечно, хотелось бы руки сполоснуть липкие, но бегать не буду уже. Все, пчелы пошли. Получается не очень-то и много их здесь. Осталось сколько я считал, там, наверное, 400-ти кого. Что ширина, вот наша ширина, это получается на 4 рамочки. Скорее всего, что эти пчелы у нас за перегородкой, что с маткой были. А часть, наверное, что на соты пошла. Может, назад в улей слетела. То, что куда они делись, если мы высыпали почти 4 килограмма рой, хорошие, здоровые. А пчелы менее осталось. Значит, что пчелы или слетели в родную семью, на урадом стоит, 3 метра. Или просто без матки слетели, взяли. Короче, что получилось, что получилось. Не допускайте такой ошибки, когда заселяется. Смотрите, чтоб, если с перегородкой улей, смотрите, чтоб за перегородкой не сели. Или же полностью улей, чтоб с рамками были лучше. Они гнездо сауют на своем месте, а там, что свободное, потом обоснуют по сиху. А так вот, бачите, что за ерунда получилась у нас. Сейчас срезаем все, что можно лишнее. Забираем. Вот, даже и резать не надо. Сот с медом, с пиргой. Я вот ломаю. Кинул кастрюлю в медовую часть. Пиргу. Подламываю вот. Пиргу пожуем. А это просто сот. Лепим к комку основному. Наводку, блин. Еще. Загнали всех наших мукмус. В гнезду. Пускай работает. Здесь сейчас. По максимуму. Попробуем. Обрезать, что можно. Если получится этот край не срезать, я пододвину туда доску. Столную. И здесь получится уже не будет у нас прохода. И пчелы будут туда. Нездорово ширять на рамки с вождиной. И с кормом там. Пойдут в ту сторону. Потому что сюда уже не будет. Но будем знать, что здесь у нас останется сот такой. Подзаправил дымар. От того, что уже выгорело. Все. Сейчас гоняем пчелы сюда. По максимуму. Там не видно расплода. Скорее всего, что этот край не сад будет без расплода. А если и будет, то оставим уголок самый. Они так вот по диагонали налепленные. То Зарежу эту часть. И доска туда встанет. А эта часть скорее всего, что с медом будет. Даже если есть яйцо, я его не жалею. Яйца матка наложит в любой момент. Подрезаю. Так. Медову часть я подрезал. А вот там оторвется сам. О. Наш сотик. Это на перетопку. На перетопку. Складываем все отдельно. Комок. Конечно, в кастрюле прелестного меда. Уже режу нижнюю часть. Сота. Забираем. А в нижней черва. И печатанный расплод. Значит, дальше резать не буду. Дальше здесь у нас расплод. Как я и говорю, уголок срезал я. Остальное закрою да еще. Конечно, нам не лепить то будут тоже туда. Но, скорее всего, что на рамки тоже пойдут. Немного разанули. Расплода, не беды. Это сотик где-то. 7 на 10. Кинули его. Условно сноско топку на еще. И комок этот сразу закинули. Условно сноско топку на еще. Так, все. Забросил воск я в воскотопку. Раз здесь печатанный расплод, троха чего не будем. Может этот бок просто срезать. Если мед и потечет, то поносит туда. И доску сюда вплотную приставлю. Попробуем. Вот этот. Ой, мед капает. Короче, ерунду творить не будем. Закрываем. Зарежу воск на стенке. Закрываем мы. Попридавливал пчел. Одну на полу, другую. Пальцем давай, но не верунда. Так, там у соту что улья. Плотную. Плотную доску эту придвину. Ставную. Так вот. Хай разберутся, короче, дальше. Сами уже. Троху я им помог. А урал им устроил. Сами разберутся. О, кастрюля меда вышла. Сотом. Так. Закрываю хату ихнюю. Трогать не буду более ничего. Раз сюда на вставку не поставили, пойдем. Там еще в одном луле и посмотрим. Мед. Не знаю, снимать буду, не буду я. Посмотрю мед там еще в одном луле. То, что одна надставка сегодня стоит большая на 15 рамок. Уже будет запечатано, скорее всего. Заберу мед там. И откатаю, поставлю его обратно. И потом сегодня еще к этим вот шторой илеси рядом стоят. Вот в этот желтый. Там надставки тоже немало. Но там 20 рамок больших. И тоже пространство пустое. Будет, наверное, сот леплено. Поставлю туда надставку тоже небольшую. Ну все. Будем улей закрывать. Все. Лишнее я обрезал. Я гнездо передвину. Сейчас может даже глянем. Глянем. Вот это. Что у нас получилось тут. Так. Это это. Вот эту можно поднимать. Не приклеено. Ну что там. Все. Вот что у нас получилось с вами. Здесь рамка. А там вот это кубло висит. Как я его называю? Кубло. Да. Конечно, можно было подрезать все это дело. Передвинуть. Попривязывать к рамкам. Но начнешь все это делать. Сверху мед. Будет тягти. Клеится. И что попало выйдя. Хочет лепить. Хочет не лепить. Короче, до перегородки наши. Они что-то там. И будут лепить. Но все равно в итоге. Когда разовьются. Пойдут на этот бок. На гнездо. Основное. Когда они сюда пойдут. То. Обоснуются тут. Крайние рамки с осени. Скорее всего. Что должны быть с медом. Вот они заполнены все соты медом. Откуда расплод выведется. И уже тогда. Можно будет тот мед забрать сотовый. А пчелы останутся на рамках жизни. Это мои такие предположения. Но это как сами пчелы захочут. Пускай, короче, покуда сидят. Работает. Я вчера им заткнул литок. Носью холодно. Так что теперь я его перетыкаю обратно. Пускай на этот бок собираются. Я его еще меньше сделаю. Сюда так передвину. Пускай сюда гнездо свое перебазируют все-таки. Всем, кому было интересно. Ставьте лайки. Кому не интересно. Дизлайки. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Не делайте ошибок таких на пасеке. Всем до свидания.